Уминекононаку коронит Эпизод номер 49 для ютуба Всех приветствую Мы продолжаем проходить визуальную новеллу Когда плачут чайки И у нас чипитие После второго эпизода Меня спрашивают кто-то убийца Беатрича Клоны Кинза Их же много в масках было Ну да Нет, серьезно Я не очень этого понимаю Что мы видели в конце То есть как бы Ой То есть Когда заканчивается детектив Окончательно Частилище Так стоп Это же не вопросики Это вроде как чайпитие Ага, да Такое Ага, да Чуть и все Роза пробудилась Ото сна Этот сон должен Но быть Был очень глубокий Ее разум был затуманен И она не могла четко мыслить Где я? Дещества говорили ей Что это Какой-то особняк Но по крайней мере Он не напоминал особняк семьи Уширомия Перед ее глазами Была комната Похожая на гостиную Еще одна виднелась Еще она видела Приготовленный И заваренный чай Чай вероятно Предназначался ей То есть не батлер у нас сейчас И без ломания Четвертой стены у нас сейчас Видимо В самом центре Комнаты Кружась Сверкали золотые листья Что выглядело Очень сказочно В конце концов Она поняла Что то Были золотые бабочки И казалось Они выделялись Еще больше А напротив нее Кто то стоял Ну конечно Женщина Девушка Ведьма С портрета О кстати Ага Это из-за розы Весело Лол Батлера нету Батлера вырезали Холли щит Где батлер What the fuck Батлер Генжи тоже Таким же образом Убили Здесь то же самое Да Пока ей досталось Сейчас и без записания Да что ее там Порвали демоны Да Торкве Так и есть Перезаливать С одного на канал На другой Это с ума сойти Можно Мне же скачивать Там заливать Не Слишком долго Я оставил ссылку Типа На новом канале Какая разница Он же мебель Не положено Ну да Да Так и есть Так что тебе Типа Любит черный чай И мороженое Ненавидит скуку И тех Кто отрицает ее Существование Окей Мы вернулись Ведьма с портрета Похоже Она вела Односторонний разговор Ее слова Судя по всему Предназначались Розе Но Роза Чей Разум Был глубоко Затуманен Не имела Ни малейшего Понятия О чем Она говорит Судя по всему Ни малейшего Что она Имеет ввиду Я не понимаю Ну типа то что она Да 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 Ну типа что она Не признает ее Не понимаю Но Ни малейшего Судя по всему Судя по всему А депутат Не знаю Судя по всему Ни малейшего Не לכ Ни малейшего роза он конец ощутил как кровь течет в ее теле и и движение по-прежнему были вялыми и она даже не могла озвучить свои мысли в словах варова на торе на омон на мать кинзо не оттайта ю я на салону а тарелку то вазу саму на нанесе хитона юно кайраку а суббит и ка не декан сандеке сена в ого он косы на хитона юно кайраку сону моно на зоната вас о зону на дейки как только ведьма выдала свою трубку 7 оттенков дыма окутали все вокруг о золото когда он расселся гостиная вдруг наполнилась целыми штабелями золотых слитков казалось что возникла сверкающая золотая стена если каждый слиток стоил несколько десятков миллионов йен то сука все это стоило не бежно даже было думать о подобное астрономической цифры а а а а Я знаю, что сейчас есть. Варава не может сделать это, и... Это только... Варава не только принадлежит вараву. Что ты... Варава, как вы думаете? Что? Так, это хорошо. Там голды не хватит на гачи в ПГО ФГО По-моему, Руд сейчас вообще не вдупляет ни во что Роза ощутила легкий дискомфорт от этой ведьмы, которая все продолжала говорить, хотя Роза не произнесла ни одного слова, вот-вот Но так как она не могла ничего ответить и была настолько беспомощна, что даже с трудом шевелила пальцем, она не могла ничего поделать, кроме как слушать Продолжение следует... Продолжение следует... Пока ведьма говорила, она смотрела глубоко в глаза Розы Что же такого она там выискивала? Роза почувствовала себя неловко, но не могла отвести взгляд С украинской области... Продолжение следует... Продолжение следует... Затем Розу снова затянула во взгляд Ведьмы А потом мир потемнел, завертелся Болчком и ее поглотила Блин, а прошлое Чаепица начиналось довольно-таки весело А там потом скатилось все В конце Лола, музыка Ох, это голос Крауса Нисана Краус Нисан настоящий взрослый Поэтому он очень умный Так что он ненавидел глупого ребенка Розу Он был очень страшный человек Меня часто били А мои игрушки забирали и ломали Казалось, что меня наказывают За совершенный мной проступок Но я действительно не понимала В чем провинился Или почему меня наказывают Меня всегда наказывали внезапно А потом в неестественной манере Рассказывали за что именно Но я действительно не понимала Чтобы я что-нибудь натворила Поэтому я действительно ненавидела Крауса Нисана Ну понятно, по очереди будут Теперь Ева Ох, это голос Евы Нессан Ева Нессан по-настоящему взрослая Поэтому она очень умная Как же она ненавидела Тупого ребенка Розу Она была очень хитрым человеком И лгала Мне обманывала меня Постоянно издевалась По-видимому, я была глупа И однажды она сказала мне Что вполне естественно Что глупые люди Будут обмануты теми Кто превосходит их Поэтому я хотела стать Мудрым человеком Как Ева Нессан И слушала То, что она мне говорила Но когда я ее слушалась То по какой-то причине Кто-нибудь другой Начинал слиться на меня Так что я действительно Ненавидела его Нессан Ох, это голос Рудольфа Нессана Рудольф Нессан действительно знает Как добиться своей цели Поэтому он ненавидел Глупого ребенка Розу Когда Краус Нейсан был рядом, он был приветлив с Раусом Нейсаном Когда Ева Нейсан была рядом, он был приветлив с Евой Нейсан А когда Краус Нейсана не было рядом, он был суров, как Краус Нейсан А когда Евы Нейсан не было рядом, он вел грязную игру, как Ева Нейсан И даже при том, что над ним тоже издевались большую часть времени Когда Краусен, Нейсан и Евене Сан не было рядом Он издевался за двоих Поэтому я действительно ненавидела Рудольфу Нейсана Ох, но это мои воспоминания того времени, когда я была ребенком Много чего плохого случилось во времена моего детства И это никогда не забудется В прошлое время эти воспоминания были глубоко захоронены Их забвение считалось ступенькой его взросления и становления взрослым Так что стать взрослой означает то же самое, что отделить себя от тех воспоминаний Поэтому, независимо от того, сколько прошло времени Роза не могла стать взрослой Даже при том, что она была одарена дочерью по имени Мария И была названа мамой Она никак не ощутила, что стала взрослой Ведьма сочувствовала этому И она улыбнулась Сказав, что сама сможет излишить эту боль Может Что это может стать Может быть, по-настоящему Неверно Так что она себе Как это может быть Может быть, возможно Можно Мне кажется, она говорит, что у меня что-то действительно запутано Не, она, кстати, все четко очень сказала Хорошая аналогия Одним словом, даже если она сделает так Что у меня никогда не было старших братьев и старшей сестры Это боль не исчезнет Возможно, она это хочет сказать Ну, в смысле, что если вы не будете чувствовать голода Вам будет, типа, ну, просто не хотеть есть А если вы голодаете, вам дают жрать Вы будете благодарны за это Точнее говоря, это другое Исцеление, это не то же самое, что снятие боли Это удовольствие получено от вынесенной боли Поэтому снятие боли не станет исцелением Чтобы познать радость исцеления, ты должна познать боль Да Нет Ну, у тебя же наверняка были какие-то плохие события В прошлом, о которых ты можешь сейчас поговорить Даже посмеявшись над этим Но в то время тебе было, мягко говоря Скорее всего, не супервесело Когда ведьма щелкнула пальцами То в комнате, заваленной горой золота И уже казавшейся нереальной На столе возникла сказочная скатерть С разложенными на ней удивительными блюдами Словно это было начало пира в замке Из какой-нибудь сказки В мгновение Роза ощутила приятное удивление От сказочности этого зрелища Но в то же время она испытала легкое разочарование Поскольку она подумала, что издевательство Ее братьев и сестры не заставит позабыть Никакая еда, насколько бы вкусной она не была А-а-а 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 Как только ведьма дважды хлопнула в ладоши Тут же появилось два козлоголовых слуги И они стали накладывать еду Так ладно Сейчас будет еда И я сам себе пойду тоже принесу перекус Две минуты перерыв Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я вернулся Она действительно выглядела очень вкусно Но Роза до сих пор ощущала себя тяжелой, как свиньест И совсем никак не могла есть Возможно, они тоже поняли это Козлоголовый слуга повязал салфетку вокруг шеи Розы И галантно поднес бокал спиртного, выпиваемого перед едой в качестве закуски к ее рту Наклонив его для нее Она вспомнила старого слугу, который одно время подносил рисовую кашу к ее рту Когда она лежала с высокой температурой Она не могла как следует ее кушать и так капала из ее рта, но она ощущала душистую сладость, разносящуюся в полости рта Я спрашиваю Я не знаю. Я не знаю. Если я назвал Брадди Краус. Окей, я понял, надеюсь. Роза сильно закашляла. И вся яркая краснота, которая замарала ей лицо, создавала впечатление, будто она кашляла кровью. Когда ведьма щелкнула пальцами, ярко-красная завеса, скрывающая что-то большое, исчезла. Мрачная и массивная машина, оказавшаяся под ней, напоминала гроб для крупного человека с прикрепленным к нему большим количеством лукообразных штуковин и выходило на зловещее путочное устройство. Стример вовремя похавать решил. Ну да, супер вовремя. Глядя на ее пугающую форму, Роза поняла, что данное устройство, приводимое в действие ручной силой, призвано что-то стягивать и сжимать. И казалось, что в нем еще осталось немного сжимаемого содержимого, потому что на нем виднелись яркие красные пятна. Когда ведьма щелкнула пальцами, человековыжиматель внезапно начало трясти. Человековыжиматель. А есть название? Нет, она также услышала стон. Это выглядело так же, как если бы кто-нибудь спал в установленном точно по размеру гробу, а затем проснулся, а теперь пытался выбраться наружу. Но это было неверно. То, что находилось внутри, точно было раздавленной массой. Воспользовавшись своей магией, ведьма вновь возродила раздавленную массу, вернув ее в исходное состояние до того, как ее сжали. Три козлоголовых слуги мускулистого телосложения подошли к компрессору и стали с силой сжимать большую луковицу. Стоило им это сделать, как изнутри грома раздался нечеловеческий стон. Роза подумала, что знает владельца этого голоса, но еще бы не знала. Роза подумала, что знает владельца этого голоса, но еще бы не знала. Воспользовавшись с гольден-дропами, ведьма определенно заявила, что с одного человека можно получить лишь одну каплю. Тем не менее, у нее было множество ценных золотых капель из одного человека. Только ведьма могла это сделать. Золотая ведьма Беатрища способна убивать одного человека бесконечно. Другими словами, перед Беатрищей даже смерть не означала освобождение. Я, кстати, угадал насчет мести. Она об этом и на и говорила. Бузка, ей не хватит сил, чтобы убить некоторых персонажей один раз. И вновь козлоголовые слуги наклонили глубокий красный бокал к ее рту. Роза пыталась сопротивляться, сжав губы. От испытанного шока, рот ее распахнулся и в него тотчас же безжалостно влили темно-красную жидкость. Заставив розу ощутить ее жуткую сладость. Это действительно был вкус ароматной сладости. Ее брат, доводивший ее до столь злых мыслей, из-за которого она не раз плакала в подушку, умер несколько десятков раз, чтобы окрасить темно-красным вино, получившееся действительно сладким. Эээ, черни... Мерзко, если честно. Но Роза пыталась выплюнуть его. Из-за этого вино темно-красного цвета, пролившееся изо рта Розы, выглядело как кровавое пятно. Теперь, когда она знала, что это страшное вещество было не просто аперитивом, Розе становилось не по себе при мысли, что произойдет дальше, если этот пир продолжится. О, господи! Эээ... Когда Роза узнала настоящую природу розоватого мяса, приправленного салатом, у нее возник внезапный порыв к опорожнению своего желудка. Кроме того, козлоголовые слуги нанизали его на вилку и поднесли карту Розы. Фуууу... о бедная роза возможно во рту он был сладким мягким и чарующим в конце концов ложь его всегда была сладкой и молодая роза всегда слушала ее таким образом можно было сказать что вкус добавленный перечный приправы отлично подчеркивал ту ложь поскольку салат языком который все еще продолжал заталкиваться в рот розы был покрыт слюной она выплюнула его козел возглавлявший прислугу возвращался к тарелке и не однако ратно поднесел его карту росе юни ой овазе то на сарада него и бану стал гумай му сигенок ткать о ста в хитурник на и тима иска убои с касси варова на на антаре муга и муга и а Кулинарное шоу По лицу Роза текли слезы Доведенная до полубезумия Она сопротивлялась Как вы думаете Лектору бы понравилось общаться с Беатричей Однако единственное Что она могла противопоставить Этому был отказ клатать Даже если она и не глотала Вкус французской приправы Все еще больше обжигал рот его Йоу Зачем все еще Все еще Д pone рот Дубль Все еще Су-зуки Наша Су-зуки 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 мы бедная роза серьезного здесь капец максимально херово выглядит Мы продолжим продолжать. Улешайся, да? Миширомия Роуза! Не волнуйся! Я действительно уверен, что я счастлива. Если я хочу, то я хочу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Десерт 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 Я не мог бы меня спать, когда мама приехала и пришел в дом. Когда мама приехала в машину, я не мог пройти в дом. Я иду в дом, и в путь в доме. Я иду в шагу, и послужившись на жилье, и грусти в маме. Я не вернулся домой, и спустил в доме, и подошел к жительу, и грусти в маме. Это такая Мария, потому что она умерла маму. Извините, извините. Поэтому Мария становится вкусным ринго сливочным лимоном. И тогда, что ты думаешь о маме? Ты думаешь о маме? Ты думаешь о маме? Ээээ. Ээээ... Поехавшее. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Смотреть Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Ага, просто хочет вот это добиться, окей Добавил субтитры DimaTorzok Мне нормально пицца с ананасами Добавил субтитры DimaTorzok 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 Реплика Стоп, брат, я кем русский Долго придумывал шутку, Буская Соно кое-во Соно кое-во Холи щит, ебать, он воскрес Чья-то рука схватила затылок ведьмы И впечатала ее лицо в поверхность стола Как только это произошло Ведьма рассыпалась на кусочки Приватилась в стайку золотых бабочек Сказодем снова обратилась в свое тело В небольшом отдалении от стола Ба-баттар? К-кисама! Хагуто нате Тамаси мали куппкастей Довоз Соно цумори дотанда Теймейно суми на варуи респи Ни мими укасти ручни Хара гаде ксиматта Ха-ха-ха-ха do Все-таки малия Я думаю мне не надо переводить это смысле что он имеет ввиду а алабама но бедофилия сложно назвать в 19 лет он сказал через десять лет тут уже просто и на это называется другим словом на и мадостана лоза база ура вас это дозой этот человек он сдался в глубине своей души якобы сдался мне понятно он не знает когда нужно сдаваться то что я ожидал одну-ка у ширами и кинца значит и не от феникса все-таки тоже феникс несколько у нее аргументы появились да это понятно мио обжекшн и и Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Спасибо за новую отбузку с сердечком. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ЙОООООО! Ха-ха! Ссылочки. Так. Пошла ради тебя. Верон. Верон. Ты должна идти куда-нибудь приходить? Ты не хорош. Думаю. Собственно. Верон. 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 Если противник сильный, то да, если противник слабый, то можно и пешками задавить. Что? Так, это отсылка к цикадам или как? Что, я же не играл, а только аниме смотрел. Видимо, да. Я не могу связать вот эту лолю с тем чудовищем, серьезно. Догие, да. Я, да. Ты, ну, как ты, милый, Берон, ты такой слабый и ты. Я, да. 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 Да, я, да. Я, да. Ааааааааааааааааааа! Хорошо, хорошо! Ну, забавно, почему мне помогает враг? Вол! А что неизбежно сделает? Она мне не враг Типа, слишком слабая А, Вол! Пока тот ребенок формирует игровую трескутку Ну, знаешь, Фиама тоже, типа, обладала способностью Типа, просто я выиграл, и все, он победил Ну, типа, от панча крепкого ему это не помогло А... Берканстель что-то вырвался из ее власти и стала ведьмой чудес Ага Немножко сложно понять, что такое ведьма чудес Ну, Беатричи драматизирует и театрализирует все, что только можно Ведьма вероятностей Ага То есть, типа, она может... Вероятность такого-то события... 0-0-0-0-1% Понятно, Буско Типа... Вероятность Ага Вероятность Их закончился Затем Ну я понял А сто процентов она может снизить Ну с такой же логикой То есть событие придет сто процентов Она делает так, чтобы она произошла не за сто процентной вероятностью Ну что, я думаю из этого умения такой ведьма как первая сущность у нас не очень плохая совместимость зачем говорил про лучший ход понятно нормально не только кружок ну а то есть это не только кружок но и кружок Субтитры делал DimaTorzok Yo, прикольно, мне нравится Прикольно Но это не ко мне Буско Опять-таки Там уже оказывается Айваз не сильнейший Так что мне уже сложно Рассуждать Пускай он там свою Анну вытащит Что я даже не имею представления Что это Но ведь Диас и Ире Сильнее, чем Чайки Например Йо, она угадала Риля так и было Ну и лицо у тебя, конечно Хышетет Сундары Ну, я, конечно, не знаю, что это. В принципе, ты потом можешь разнести Беато, тебе же так проще. Ну, да. Лол, мне кажется, она специфичная. Уж кто-кто заставлял ее плакать. Ох уж эти ведьмы. О, новая картинка, ну, конечно, логично. Так, вроде ничего нового здесь не появилось, да. А вот стройник ведьмы. О! 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 Воплотил Шанон В сердце Гораздо слабее по сравнению с Шанон Не может контролировать полностью Окей Стала немного надломленная душа И она смогла Лол Забавный небольшой костюмчик Воля и труд всходы дают Субтитры создавал DimaTorzok Получает удовольствие от повиновения Хорошие описания Так, я так понимаю, это здесь одинаково Ревнивая плакса Крайне отражительно Но в действительности хочет, чтобы злились на нее Мазохисты Развращает своих мастеров Где-то жадная Ну, конечно, мамон Гурман Гурман Покончила бы с жизнью ради любви Веселые, конечно, человечки Так Здесь, по-моему, всегда Здесь ничего А, казнить для нее Это значит сделать ее вот такой Забавно Тебе, человечешка, бесполезно мечтать о том, чтобы убить меня Окей Окей Все Так, здесь мы закончили Так, ну здесь мы, в принципе, все и так знаем, да Нет, в той части нельзя трогать никого Нет, за рендер Только у людей можно кого-то казнить и восхищать Увидим нельзя Такой функции нет А, понятно, какие-то ачивки открыл Так Здесь я эту длиннюю запись заканчиваю Мы посмотрели чаепитие Мы посмотрели вопросики Теперь второй эпизод полностью Совсем полностью Закрыто Вот Много чего нового Очередные повороты у ведьм Если Берн мы видели, но теперь еще и лямбда И теперь они будут серьезные Мне очень интересно, что значит они серьезные Вот Что ж Это было довольно увлекательно На этом я закончу эту запись И мы чуть-чуть глянем В следующий, что же будет в новом эпизоде Конец Запись